Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа интервью дня на телеканале ТУА24. С вами студия Николай Иванов. Сегодня мы с вами поговорим об одном из видов государственной социальной помощи, которая предоставляется за счет средств федерального бюджета. Это так называемый набор социальных услуг. О том, кому положены льготы, лекарства, медицинские изделия, спецпитание и не только, сегодня более подробно расскажет заведующая отделением медико-социальной помощи, врач-педиатр Зинаида Дартыковна Мангуш. Здравствуйте! Здравствуйте! Зинаида Дартыковна, первый вопрос. Что такое набор социальных услуг? Так, согласно закону федеральному 178 о социальной помощи гражданам Российской Федерации, набор социальных услуг включает в себя три раздела. Это бесплатное получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей и инвалидов, которые выписываются бесплатно по рецепту врачей. Второе, получение санатонно-курортного лечения, согласно первичным заболеваниям и разрешению лечащего врача. Третье, это значит лечение, бесплатный проезд к месту лечения обратно, бесплатный проезд к пригородной электричке. А кто имеет право на получение набора социальных услуг? Так, на получение набора социальных услуг имеет право граждане Российской Федерации, которые после признания и заключения медико-социальной экспертизы инвалидами получают следующие лица. Это инвалиды первой, второй, третьей группы, дети-инвалиды, ветераны и члены погибших, умерших ветеранов, Великой Отечественной войны и еще, значит, блокадного Ленинграда и очень много, значит, еще категории. Но в основном это мы сегодня будем останавливаться на детях-инвалидах. Угу. Зинаида Анатольевна, еще один такой вопрос. А каков размер вот это вот социальных услуг в денежном эквиваленте? Так, с 1 февраля 23-го года набор социальных услуг в денежном эквиваленте составляет 1469 рублей 74 копейки. Туда входят, значит, лекарства, медицинские изделия, специализм протокол лечебного питания на сумму 1132 рубля 3 копейки. Путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний 175 рублей 12 копеек. И третье, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также, значит, комиссию лечения обратно составляет 162 рубля 59 копеек. В итоге получается 1469 рублей 74 копейки. Угу. Расскажите, пожалуйста, как начать получать набор социальных услуг? Так, начиная с, когда вас признали инвалидом, значит, это идет по мультяне, у мультяне, да, вам начисляется единая денежная выплата, и туда входит вот набор социальных услуг. Вам никуда ходить не надо. Социальный фонд Республики 2 начисляет вам единую денежную выплату, и можете это все узнать в ваших госуслугах. Или в многом акциональном центре заходите туда, и имеются там справки и начисления, и выплаты. Вот есть такая страничка. По этой страничке вы находите, значит, и вам будет все там видно. У нас по этому получается, в Республике 2 у нас детей-инвалидов до 17 лет 2577 человек. По городу Кызылу это 936 человек. А получают набор социальных услуг по городу Кызылу 866 человек. Но человек 70 у нас написали отказ от набора социальных услуг. А есть ли причина, почему? Ну, это по желанию, значит, законы представителей ребенка-инвалида, да. Но я считаю, что это прежде чем написать вот такой отказ, надо, значит, очень внимательно подумать. А почему это, чем это грозит? Потому что состояние вашего здоровья может ухудшиться. Или хронические данные заболевания у данного ребенка или данного гражданина может протекать, значит, очень длительно и потребуется очень много дорогостоящих лекарственных препаратов. Надо сначала посоветоваться со своим лечащим врачом и принять очень такое решение. Ну, принимаете решение, значит, вы пишете заявление, приходите в социальный фонд Республики 2, пишете заявление, подаете до 1 октября. Это будет действовать с 1 января следующего года. Если вы решили повторно, значит, получать бесплатные лекарства или набор социальных услуг, вы тоже опять до 1 октября текущего года или какого-то года пишете опять заявление, значит, и будете повторно начинать получать с 1 января следующего года набор социальных услуг. Еще такой вопрос, Зинаида Артыкна. Насколько известно, можно отказаться от получения набора социальных услуг и получать все в денежном эквиваленте. Как провести эту процедуру? Ну, эта процедура производится, значит, гражданин или законопредставитель ребенка-инвалида приходит в социальный фонд Республики 2 и пишет заявление и указывает, что отказывается от набора социальных услуг. То есть, вот это, я сказала, сумма, значит, будет включаться на денежных выплатах. То есть, человек начинает получать деньги. Ага. А скажите, а как гражданам можно узнать о том, какой набор социальных услуг он получает именно сейчас, в данный момент? Так, ну, как узнать, что узнать, значит, просто тоже по умолчанию набор социальных услуг представляется натурально и назначается автоматически. То есть, никуда ходить не надо. Вас признали инвалидом, ребенка-инвалидом вашего или вот этого гражданина. И социальный фонд Республики 2 назначает, значит, автоматически. И можно узнать тоже, опять же, в своих услугах или в многовакциональном центре. Вот эти данные можно узнать. А есть ли какие-нибудь другие методы о том, как получить справку на получение набора социальных услуг? Справка тоже самая, да? Можно подойти, значит, прийти, получить в это фонде социального фонда. И в этой справке должно указаться, по какой категории человек относится, да? И на какой срок вам установлена ежемесячная денежная выплата? И на какие социальные услуги выходит ваш состав набора социальных услуг? Эту справку можно получить в фонде социального фонда. И хотелось бы немного поподробнее остановиться на порядке, выписке и получении льготных лекарств. Как он происходит? Если гражданин или ребенок-инвалид имеет право, если не отказаться от набора социальных услуг, значит, порядок, значит, у нас такой. Приходится к участковому врачу, прикрепленному участку, врачу приходят и педиатр, и терапевт. То, значит, по данному заболеванию врач уже знает, какие лекарства, что вам назначено. И врач будет вам выписывать прикрепленный участок, прикрепленный ваш участковый педиатр или участковый терапевт будет выписывать, значит, рецепты или бесплатные лекарства согласно перечню жизненно необходимых лекарств и препаратов, которые утверждается правительством Российской Федерации ежегодно. Ну и завершение, Зинаида Дартыковна, такой вот вопрос. А что в целом гарантирует набор социальных услуг? Так, набор социальных услуг гарантирует, в общем, то, что вы получаете гарантированные качественные лекарственные препараты. Сейчас, ну, в последнее время, наверное, знаете, что очень много поделок делается лекарственных препаратов. А вот эти лекарственные препараты, которые бесплатно отпускаются, они гарантированного качества. То есть, когда вы заболеете, значит, если обострение хронического заболевания какого-то, вы тоже можете получить бесплатные лекарственные препараты, потому что на ребенка инвалид или на гражданина инвалид заранее делается заявка на лекарственные препараты за год раньше. То есть на 2025 год, теперь в этом году, в 2024 году будет заявка составляться в июле-агусте месяце 2024 года. То есть заранее ваши лекарства будут уже заявлены. Они будут в начале года уже в аптеках будут поступать. И бесплатно будете в рецептах врача получать бесплатные лекарства. Спасибо большое. Ну, у меня на этом все. Я благодарю вас за ваши ответы. Напомню нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях была заведующая отделением медико-социальной помощи врач-педиатр Зинаида Дартыковна-Мангуш. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин